Единственное, что смущает жителей квартала, потому что не сделаны абсолютно никакие условия для комфортного проживания пенсионеров, людей в преклонном возрасте, людей, которые не могут сами передвигаться с ограниченными возможностями здоровья. Отсутствует пандус, отсутствует название организации. Владельцы даже не удосужились поменять вывеску на здании. Раньше это было бытовое здание, предназначенное для продуктов, без канализации, без соответствующей вентиляции. Пенсионеры пока не гуляют нигде, то есть у них окна находятся на проветривании периодически. Прогулок пока не осуществляется, потому что нет территории абсолютно никакой для прогулок, которая бы принадлежала этому учреждению. Привозили их на частных машинах без использования спецтранспорта, то есть человек лежачий, который не может ходить, его на руках выгружали из обычной машины, несли, без пандусов, без каталок, без инвалидных кресел. Очень это все было наблюдать со стороны крайне грустно. Вот лавочку поставили здесь, и здесь же на этой же лавочке курит их медицинский персонал. Посмотрите, открыты окна, там же уже лежит больной, либо пенсионер, за которым ухаживают. И они же курят в это же окно. Что происходит? У нас бы работал пенсионат, сопровождаемого проживания людей с ограниченными возможностями. Вот. Он находился в центре Ярославля. Договор действовал, все, но собственник решил продать здание. Он продал здание, соответственно, мы в срочном порядке переехали. Во-первых, это как бы продуктовый магазин, это, ну, был он там, да. Но там сейчас, на тот момент, когда мы заезжали, было open space, открытое пространство. Соответственно, там были подготовлены перепланировки, окна, санузлы, зона разогревая пища. Тут все необходимые, так скажем, элементы. Ну, что-то сейчас доделывается, так как переезжали достаточно в сжатые сроки. Скажите, а туда можно попасть, посмотреть, что внутри происходит? Ну, вообще, мы хотели, на самом деле, как бы довести до конца. Вот. И пригласить уже прессу. Субтитры создавал DimaTorzok